В жизни любой молодой семьи очень много трудностей. Но на некоторые жертвы мы идём осознанно. Танюш, привет! Ну что, деньги-то на телефон дошли? Да, только что. Ты что, специально после работы положил, чтобы я тебе целый день не звонила? Ну что ты, что ты придумываешь? Саша, я не поняла. Чего? А ты что, в чужой куртке, что ли, пришёл? В смысле? Это что за новости? Танюш, ну что, какие новости, ну? Ну, просто начал курить, ну что такого-то? Что такого-то? Сергей, тебе что, в метро дверьми голову зажало? Ты посмотри на него, а? 23 года не курил, а тут вдруг взял и начал? Танюш, успокойся. Успокойся. Во-первых, это всё временно. А во-вторых, это же я не для себя курю. Да, для кого? Для меня или для Алёшки? Для вас, для нашей семьи. Танюш, послушай, послушай. Это не прихоть. Это стратегическое курение. У нас начальник на работе, заядлый курильщик. Он сигарету изо рта вообще не вынимает. И понимаешь, какая закономерность? Все, кто с ним курят... Умрут на 10 лет раньше, так же, как и он. Так вот, все, кто с ним пересекается в курилке, двигаются не по служебной лестнице, а по служебному лифту. Саша, ну что ты выдумываешь? Выдумываю? Вот слушай, Кудашов за три месяца от стажера до начальника отдела поднялся. Корнилов до руководителя департамента докурился. А Мазырка вообще был водителем, а стал старшим менеджером. С отдельным кабинетом. Блин. Саша, я, конечно, все понимаю. Но можно просто зайти в курилку, постоять немного, пообщаться и уйти. Курить-то зачем? Таня, ну ты что? Ты не понимаешь? Сигареты, это же целая философия. Это, это, это никотиновая палочка доверия. Саша, ну это же очень вредно. Таня, вредно? Это раз в три года на море ездить. Жить без кондиционера и постоянно нервничать, что на новые сапоги опять не хватает. Вот что вредно. Саша. Ну? Ну, ты тогда хотя бы хорошие кури. От них хоть вреда поменьше будет. Конечно, Танюшечка. Ну что ты? Ну что ты обижаешь? Вот, американские суперслимс. 72 рубля пачка. Сколько? Сергей, ты что, вообще офигел такие дорогие покупатели? Хорошо. Так, Саша, сними футболку, мне ее постирать надо. Саша, давай не сейчас. Подай мне пиолоши. Давай, 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 давай. Пожалуйста, Саша. Спасибо, спасибо. Эй, блин! Я же говорю, сними футболку, мне ее постирать надо. Саша, глянь, там котлеты разморозились? Так, Саша, я хочу с тобой поговорить. Ага. Значит, я хочу, чтобы прелюдия длилась дольше. Понимаешь? Ага. Я хочу ласки. Чтобы не два поцелуя и все. А чтобы... Ладно, я понял. Вот так, намного лучше. Так. Ну, а теперь давай сексом займемся. Алло, Лили, слушай, займи мне денег, а то Сашка навряд ли мне даст. Э, Танюш, да это же я. Ой, Саша, извини, это ты, да, я тебе по ошибке набрала. Ну ладно, давай. Подожди, подожди, а тебе там что, деньги нужны? Ну да, там две тысячи. Ну, можешь взять у меня в шкафу, в конверте. Ладно, спасибо. Я же тебе говорила, что получится. Да. Тем временем я набирал авторитет заядлого курильщика. Ничего, ничего, ничего. Ничего. Только разлили, звонит жена. Так, Сергеев, я не поняла, а ты когда придешь? Да рано, рано я приду. Ты еще спать будешь? Сергей, прекращай, я из-за твоих историй уже третью сигарету выроню. Мужики, зажигалку дайте. Ну что, я пошел? Алло. Лиль, привет. Слушай, я хочу с друзьями сегодня пивка попить. Ну так пей. Ты, Станюшка, посидишь, поразвлекаешь ее, ну на пару часов, чтобы она про меня забыла. Саша, вообще-то нам с Гошей нужно в магазин поехать обои на кухню выбрать. Лиль, ты когда ко мне обращалась, мне Гошу вообще пришлось на футбол везти. Вы, кстати, с Танюшей можете обои выбрать. Она разбирается. Ладно, хорошо. Пока. Красавчик, ну что, пошли я тебе пивка выберу. Я разбираюсь. Так, ну что, порадуем нашего папу? Напечем ему блинов. Ну, как говорится, первый блин комом. Ну, со второго раза тоже не все получается. И без третьего обойдемся. Привет, что делаешь? Яичницы тебе жарю. Вот он его и. Ладно. Так, что-то не понял. Вроде же были еще. Ладно, схожу за сигаретами. Может, хватит, а? Ну, сколько можно? Да ну, курить охота. Ладно. Тогда купи еще хлеба, огурцов, творожки для Алешки. И мне мороженое. Ага, хорошо. Хоть какая-то польза от этого курения. Да, Данюш, представляешь, сегодня с утра какие-то малолетки на машине написали. Помой меня баран. А я не заметил. И весь день думаю, что на дороге все на меня смотрят и улыбаются. Представляешь? Ну, короче, я с Томойку пришлось ехать. Уроды. Чего сразу уроды? Может, они просто не хотели, чтобы ты завтра на грязной машине к моей маме в Королев ехал? Здравствуйте. Здрасте. Мы наш шлагбаум собираем. По тысячам. А, да-да-да-да-да. Наш шлагбаум — это дело хорошее. Вот, держите. Так, запишу вашу квартиру. Ага. А то понаставят всякого хлама, нормальным людям парковаться не видят. Да-да-да. Там один козел взял моду посреди дороги парковаться на своей развалине. Видел, наверное, 646 номер. Я постоянно, когда иду, плеваю ему на лобовое. А у вас какая машина? Лексус 651. Знаешь что? Лексус 651. Значит, я теперь тебе тоже на лобовое плевать буду. Нормально я паркуюсь. Лёсик. Лёсик. Ты мой хороший. Саш, слушай, не смеши Лёшку, пока я из магазина не вернусь. А? А почему? У нас подгузники кончились. Всё, Лёшик, больше не смеёмся. А у меня тем временем начался очередной курительно-трудовой день. Виктор Иванович, вы курите? Нет. Пойду в курилке и часок вздремну. Да, столько курить было тяжело. Но зато мой непосредственный начальник теперь точно знал, что я не Миха и не Диму. Да, я думаю, если вы прямо сейчас вышлите копии договора, то к среде он уже будет согласован. Да, а что копии свидетельства? Одну минуточку, я по базе посмотрю. Ага, да. Сергеев, не сиди так близко к менторов, это вредно. Пойдём лучше покурим. Ой, а я, наверное, пропущу, а то у меня сигареты закончились. А возьми у меня в кабинете. Там блок только распечатанный лежит. Пойдём, пойдём. Кури Сергеев. Хочешь повышения? Кури. Таня, Танюш, помнишь, мы объявление с тобой писали? Не закрывайте двери, ждём врача. Ну? Смотри, что подписали. Закрывайте двери, дождались бомжа. Прикинь. Блок, а что сразу не коробка? Ты что, уж совсем Сергеев? Старший менеджер Сергеев. А, ты всё в своих никотиновых мечтах. Да нет почему, приказ послезавтра выходит. А. Погони, какой приказ? Ну, приказ. Те что, правда, повысили? Ну, да. Ура! Ура! Я поздравляю! Блин, ну ты даёшь! Слушай, ну я, если честно, вообще не верила в эту статею. Саша, ты куда сигарет настолько набрал? Всё, всё, курить же уже больше не нужно. Танюш, ты чё? У меня карьера только попёрла. А я её сейчас возьму и затушу. Мне же минимум. Год нужно курить, чтобы до руководителя филиала дорасти. А там... Какой год, Сергеев? Ты чё, с ума сошёл? Даже не думай. Мне нужен здоровый муж, а не умирающий директор. Танюш, не переживай. Умирать будем вместе. Два раза в год, от жары и на Мальдивах. Мальдивах. Парал. Я скоро. Саш! Чего? Ну хорош прикалываться. Не дай, потому что всё и было, как ты думаешь. Да это не из-за тебя. Это у меня отдышка из-за сигареты. Алло, Кузя? Ну чё, пришёл? Да? Ну да-да, давай. Это, набирай. Значит, 18, 43, 97, 138. Ключ. Так. Я ещё не одета. А, это, 92, 45, 56, 15. Чё, не получилось? Ну тогда, ага. Ну тогда давай, набирай. Значит, звёздочка, 132, решётка. Заходи. Товарищ лейтенант, у меня сын маленький, жена не работает. Ну, пожалейте, а. Блин. Я вам то же самое хотел сказать. Ну и что теперь делаете? Здрасте. Так, памперсы, крем под памперсы, салфеточки, слюнявчики, сачок, творожок, пюрешка. Блин, присыпку забыл. А вы что-нибудь брать будете? Неа. Хотя... Саш, побрейся, пожалуйста, там. Тань, ну мы же сто раз обсуждали, что там я бриться не буду. Саш, там, в смысле, на кухне. Мне просто Лёшку купать надо. Вечером, как обычно, случайно проезжая мимо Алтуфьева, к нам заехал дедушка Алёшки. Акции поднялись, высоко упали. Акции поднялись, высоко, высоко упали. Так, папа, играй, пожалуйста, нормально с ребёнком. Без этих твоих акций и котировок. Лёшенька, а давай мы с тобой пирамиду построим, а? Ну, папа! Саш, да ладно тебе. Ну что ладно, ну... Сильвестра Андреевич, мне отойти надо. Ситуация 93822. Так, Гена, давай без подробностей. Сказал 9-3. Я и так всё понял. Иди, только не засиживайся. Лёшенька, а помнишь сказочку про Колобка, который пять раз откатывался в офсорную зону, а? Саша, а устройство-то твоё, что-то так себе работает. Да, блин, ну, извини, устал вчера на работе. Наверное, перенервничал, бывает. Саша, про навигатор. Алё, Саш, слушай, у меня тут на компьютере какая-то голая девушка вылезла и не убирается. А тут написано, чтобы она убралась, нужно отправить смс. Ну, я отправила несколько раз, у меня деньги на телефоне кончились. Чего делать? Ну, не знаю. Со что придумать что-нибудь, не знает он. Ну, хорошо, хорошо. Вытащи провод из юсби. Это какой? Это тот, куда ты флешку вставляешь. А, ага, вытащила. Теперь сложи его вдвое. Так, сложила. Теперь вставай. А теперь бей себя по попе и повторяй. Не заходи на сомнительный сайт. Не заходи на сомнительный сайт. Блин, Сергей, ты дебил. Вот не знаешь, как и скажи. Ну, ладно, ладно. Теперь серьезно. Значит, идешь в магазин, покупаешь три бутылки пива. Так ты опять? Покупаешь три бутылки пива, чтобы не было нескучно систему переустанавливать. А потом еще реестр чистить. Хорошо, я поняла. Давай. Чего, Санек, комп дома сломался, да? Ну, жена думает, что да. Да. Танюш, как, погуляли? Хорошо. А ты? А, все было хорошо. Просто восхитительно. Я слышала. Ты радио няню забыл выключить. Здравствуйте. Приехав на работу, я продолжил свое восхождение по курительно-карьерной лестнице. Сергеев, пойдем, помощь тебе нужна. А документы какие-нибудь захватить? Зажигалку лучше захватим. Вива Куба. Отюм. Сели в самолет, лететь 11 часов, прикинь? А на борту курить нельзя. Я 4 часа маялся. Я килограмм конфет съел. Я этих 5 пачек орешков каких-то съел. Короче, потом не выдержал, психанул. Пошел в туалет, надел в петербурге, надо его ловить. Все нормально, покурил. Сашенька. Сынок. А что случилось? Ничего, Сергеев. Докурился и сознание потерял. Прям на работе. Офигеть. Офигеть, вот это я слабак. Нет, ты не слабак. Ты идиот. Кто же с сигарой в сотях курит, а? Тебе что, твой желтозубый репетитор не объяснил? Ты не понимаешь, что на этот никотиновый аттракцион тупо по росту не проходишь? На, подумай. Ты о здоровье подумал, а? Да ладно, кто бы говорил о здоровье? Вип-алкоголик. А ты на меня не равняйся. Я уже все сделал. Дом построил, сына вырастил. Кого надо, посадил. К тому же я дедушка. И хочу быть им еще несколько раз. Понял? Да что вы, Сильвестер Андреевич. Ему же курить надо, карьеру делать. Фанатик. А если бы твой начальник был наркоман, ты что, колодца бы начал? Нет. Да ладно, ну, заглевали. Я же это, ну, перегнул немножечко. А что теперь начальник скажет? Ты о этих черных легких в белой рубашке больше не думай. Я ему столько денег дал, что он может больше не работать. Сидеть и курить. А тебя, менеджер Сергеев, с понедельника ждет новый начальник. А вообще, я вот этих двух юристов хочу в отдел убытков пересадить. Бумаги-то по замкну ущербу все равно туда уходят. Сергеев, ты меня что, совсем слышишь, перестаешь? Смотрите, это ты меня на два километра уже отстал. Давай, нажми. Я ведь тебя, Сергеев, хочу начальником отдела сделать. Короче, ребят, мы с Лили решили снять квартиру. И, в принципе, ваш район нам нравится. Слушайте, так это вообще отличная идея. Лид, вы представляете, как будет круто, если мы с вами будем жить рядом. О, привет, Цезарь. Мы, походу, не вовремя зашли. Мы просто не знали. Да, а если бы и знали, то на три минуты позже зашли бы. Так, хватит чипсы жрать. Сейчас Таня приготовит ужин. Нормально, понежь? Один постоянно сидит у нас дома, пьет пиво, играет в PlayStation. Слушай, Сань, еще найдется немного сервелата для меня и Лионелла Месси, а? Достал, блин. Вторая приходит в этих желто-красных туфлях, меряет мою одежду, постоянно зовет меня в лес драться с толкинистами. Малешку, ребят, оставим, а Саня пойдем против полка Святогора биться. Ну, а ну что вы, нашли, сняли. Когда новоселье? Мы еще подумаем. Субтитры сделал DimaTorzok